Если сил не хватает даже на самые простые вещи, пришло время разобраться со своей жизнью. Чтобы все успевать, мы планируем дела, выполняем поставленные задачи и стараемся двигаться к цели. Так советую делать разные гении эффективности. Например, бизнес-эксперт, консультант по вопросам руководства Стивен Кови, написал книгу «7 навыков высокоэффективных людей» и разработал свою систему тайм-менеджмента. Согласно ей, нужно постоянно самосовершенствоваться и делать то, что приближает к желаемому. Все несрочные и неважные задачи лучше пустить под нож, потому что это бессмысленная трата времени. Многие следуют подобным советам и с головой погружаются в работу, а от остального отказываются. Кажется, что это и есть взрослая жизнь. Нельзя же просто уволиться, развестись и спрятаться от проблем. Но такой подход опасен. Он засасывает в воронку истощения и вызывает чувство безысходности. Что такое воронка истощения и как в нее попадают? Профессор Мари Осберг из Каролинского университета больше 15 лет изучает синдром выгорания на работе. Одна обнаружила, что постоянное стресс и напряжение из-за должностных обязанностей можно сравнить с воронкой, которая высасывает энергию, оставляя утомление и неудовлетворенность. Чаще всего в воронку истощения попадают самые добросовестные и ответственные сотрудники, чья самооценка зависит от результатов работы. Вот как это происходит. Шаг первый – полноценная жизнь. Горлышко воронки – это полноценная жизнь, когда есть время на все дела и увлечения. Человек с удовольствием ходит на работу и справляется с семейными обязанностями, встречается с друзьями и находит время на любимые занятия. Хобби – главное, что помогает расслабиться и делает жизнь наполненной. Но есть одна проблема – такие занятия окажутся нам бесполезными. Шаг второй – попадание в воронку. В какой-то момент обязанностей становится больше. Нам поручают новые задачи, горит проект или квартальный отчет. Чтобы успеть сдать срок, нужно от чего-то отказаться. Первое, что приходит в голову – вычеркнуть несрочные и неважные дела, как и советуют специалисты по тайм-менеджменту. Так мы пропускаем тренировку, откладываем книги и кино и перестаем встречаться с друзьями. По сути, мы отказываемся от увлечений, того, что питает нас энергией и приносит удовольствие. Диаметр воронки сужается, как сужается и наполненность жизни. Шаг третий – приближение к горлочку воронки. Если наплыв дел был временным, жизнь вернется в норму. Но чаще проблем меньше не становится. Поэтому мы отказываемся от отдыха и урезаем сон. Воронка сужается еще больше и почти все, что в ней помещается, связано со стрессом. У человека возникает ненависть к работе и постоянная тревожность. Ему становится тяжело выполнять рабочие обязанности, а в конце дня он чувствует себя выжатым, как лимон. Есть и другие симптомы. Ухудшение творческих способностей, сужение круга общения, трудности с выполнением рутинных дел, оплатить чита, записаться на прием к врачу, отказ от физической активности. Шаг четвертый – истощение. В конце концов, человек оказывается в основании воронки истощения. Это крайняя стадия, которая близка к депрессии. В 2004 году синдром истощения признали заболеванием и добавили в шведскую версию международной классификации болезней. Вот по каким критериям его определяют. Умственная энергия заметно снижается. Ощущается отсутствие инициативы, недостаток выносливости и увеличение времени, нужного для восстановления послеумственных усилий. Симптомы развиваются из-за стресса на протяжении 6 и более месяцев. Они мешают в работе и социальной жизни и не связаны с приемом лекарств или другой болезнью. На протяжении двух недель проявляется не меньше 4 и 6 симптомов. Проблема с концентрацией или нарушение памяти. Сниженная способность работать под давлением времени и выполнять рабочие обязанности. Эмоциональная нестабильность и раздражительность. Нарушение сна, заметная утомляемость или физическая слабость. Учащенное сердцебиение, проблемы с желудком и пищеварением, головокружение или повышенная чувствительность к звуку. Как выбраться из воронки истощения? Разберитесь, что дает и забирает энергию. Все повседневные задачи можно поделить на те, что дают энергию и те, что ее отнимают. Авторы книги «Осознанность» Марк Уильямс и Дэнни Бенман рекомендуют провести эксперимент, записывать все, что делаете в течение дня и отмечать, как вы себя чувствуете в этот момент. Дела со знаком «плюс» – те, что подпитывают. Со знаком «минус» – выматывают и раздражают. Это даст понимание, как все обстоит сейчас. Соотношение приятных и неприятных активностей может быть не одинаковым. Например, часовой урок танцев или 30 минут бега настолько заряжает, что забываются все трудности на работе. Планируйте удовольствие. Чтобы выбраться и не попасть в воронку снова, нужно сохранять баланс приятных и неприятных занятий. Лучший способ это сделать – планировать удовольствие. Это должны быть не просто намерения, а четкие планы с обозначенным временем. Например, когда вы занимаетесь спортом, когда идете в кино, а когда в бар с друзьями. Если вечером вы запланировали тренировку, то никаких отговорок – вставайте из-за компьютера и уходите с работы. Измените отношение к неприятным делам. У всех есть обязанности, которые не хочется выполнять. Такие занятия больше остальных выматывает и делает нас несчастными. Кто-то не любит совещания, кто-то переговоры с клиентами, другие правки в тексты и макеты. Мы стараемся их избегать и раздражаемся, когда дело все-таки дошло до них. В такой ситуации нужно понять, почему мы так не любим эту часть работы и попытаться по-другому смотреть на ситуацию. Попробуйте подходить к работе осознанно, делать ее не на автомате, а как будто вы в первый раз, полностью проживая каждую потраченную минуту. Например, если ощущаете злость, то говорите себе, сейчас я злюсь. Если растет напряжение, почувствуйте, как участились пульсы дыхания. Таким образом, вы перестанете утопать в эмоциях, сможете их осознавать и меньше поддаваться влиянию. Устраивайте перерывы. После тяжелой части работы делайте паузу. Это поможет отключиться от суеты, собраться с мыслями и прислушаться к своему телу. В Швеции такие перерывы, фики, обязательно. Каждые 2 часа в течение 10-15 минут сотрудники пьют кофе и общаются в неформальной обстановке. Можно выполнять короткие медитации. В течение 1-2 минут концентрироваться на движении вдыхаемого и вдыхаемого воздуха. Это поможет успокоиться, расслабиться в особо напряженные моменты. Откажитесь от занятий, убивающих время. Просмотр соцсетей, чтение комментариев и новостей, участие в бессмысленной перепалке в интернете, игры на смартфоне. Некоторые занятия незаметно отнимают время и градут энергию. Возьмите ситуацию под контроль. Вместо того, чтобы вечерами листать ленту в Facebook и смотреть YouTube, займитесь тем, что зарядит вас энергией. Возьмите отпуск. Если кажется, что не можете выбраться из воронки, поставьте все дела на паузу и возьмите отпуск. Важно зарядиться энергией и восстановить баланс. Можно найти массу предлогов, почему вы не можете это сделать. У меня ребенок, муж, работа, мне нужно закончить срочный проект. Но попробуйте посмотреть на ситуацию иначе. Возможно, изменить жизнь вам мешает черно-белое мышление, к которому вы привыкли. Мир не рухнет, если вы неделю посвятите только себе. Зато потом ощутите прилив сил, которые положительно скажутся на работе и семейной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok